Ребята, привет! С вами Григорий Пронин и, наконец, выпуск про мужской стиль, про моду. И за это мы должны все сказать спасибо дружно Ивану Пестрякову, который, несмотря на то, что живет в Америке, мы с ним сотрудничаем. Он, можно сказать, работает на меня и продолжает работать на меня по продвижению в интернете моих сайтов, по созданию сайтов. В общем, он мне очень сильно помогает, несмотря на то, что живет в Америке и у нас разные часовые пояса, все равно я с ним сотрудничаю. Потому что вот такой чувак, у него есть свой канал на Ютубе, он рассказывает про всякие премудрости. Вы знаете, хороший человек это не профессия, но вот его профессия, про которую я сказал, продвижение сайтов и так далее, оно заслуживает вашего внимания, так что переходите по ссылке под роликом на его канал и прямо в комментариях напишите, пожалуйста, привет от Григория Пронина. Мне будет приятно, а он будет шокирован. И почему я про него вспомнил? Он мне подал отличную идею записать ролик про кепки, про кепки, потому что он мне прям дал ссылочку, говорит, наконец-то вот это вот острые козырьки, и Томми Шелби, это главный действующий герой. У этого сериала будет продолжение плюс два сезона. Если вы помните, я рассказывал вам про крутые сериалы про моду и стиль, и там в первых строках был этот сериал острые козырьки. Это отличная новость, потому что действительно, ну там стиль присутствует, я всем советую смотреть этот сериал, там и стиль, и сюжет, и все вместе, и атмосфера, и острые козырьки. Почему острые козырьки? Потому что все действующие герои из банды острых козырьков носят кепки восьми клинки, такие же точно, как мы делаем в нашем салоне и продаем, но только у них в козырек вшито лезвие бритвы. Представляете, да? Это очень круто, интересная идея. И во многом благодаря этому сериалу все сейчас опять носят кепки. Особенно хипстеры, и теперь их называют, они повзрослели, теперь их называют ламбард сексуалы, я уж не знаю, правильно я их произношу или нет, но эти люди, они в кепках, с татуировками, с бородой. Сейчас уже не с очень большой бородой, а со спортивной бородкой. У меня только кепка, у меня только кепка, это единственная кепка, которая мне идет, и я очень рад, я вам ее демонстрирую. А теперь мы с вами будем разговаривать про кепку. Что же такое кепка, от чего она произошла? Как и многие детали мужского классического гардероба, а это все-таки классический гардероб, хоть это и кэжуал, но это классика. Кепка имеет происхождение от военной формы. Ну, знаете, да, там, древний Рим, там, например, шлемы с козырьком, а все, что с козырьком, это уже практически кепка. Шлемы, потом другие всякие кандибоберы, я не знаю, как это называется, но тем не менее. Потом о чем можно сказать? То, что в Англии военные силы, значит, они тоже, они ходили в кепках, но потом кепки превратились странным образом во что? В пилотки. А дальше, во Франции, во Франции носили такие вот головные уборы, тоже войска, но наверняка видели на картинках цилиндр, но только не шляпа, а козырек. И эти головные уборы были очень тяжелые и неудобные, и они трансформировались в кепки, легкие и удобные. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть Америку, потому что Америка – это родина бейсболок. А кто? Папа, ну или дедушка бейсболки. Ирунь, ты знаешь, кто? Кепка. Кепка и вот этот вот головной убор для конного спорта – шлем. Вот вы представьте себе этот шлем и представьте себе кепку. Если их скрестить, то может получиться бейсболка. Я хочу вам показать свои бейсболки, которые у меня есть. Это не мои, это детские. Но дети-то мои, значит и бейсболки тоже мои. Все, что у них есть, все мое. Смотрите, это кепка Супермена. Ее носит Петя, ее носит Матвей, и Ирк тоже ее носит. Я бы тоже ее носил. Я могу, кстати, смотрите, сейчас я ее надену, но вы сразу можете понять, на кого я похож. Ну, я вам подскажу. Во-первых, у меня большая голова и может не хватить размера. Большая, значит умная. Вот. На кого я похож? Смотрели «Гости из будущего» и там двое пиратов. Ну вот на одного из этих пиратов я похож на худенького. Согласны? Да шучу, на толстяка. И помните, как он стоял около этой машины? Та-та-та-та-та-та-та-та-та. И поехал в будущее. Поэтому я не ношу бейсболки, но ношу кепки. Но бейсболки очень на кепки похожи. Смотрите, у бейсболок тоже есть клинья. Вот они, клинья. Правда, здесь 6 клиньев, а на классической кепке 8. Она так и называется, восьмиклинка у нее тоже есть козырек но если мы говорим про чисто про рыбчину кстати говоря цепь и рыб, цепь, цепь и кепки мы разносим весь клуб в щепки а раньше было а раньше шансон был в кепке если раньше короче примерно было так человек шел в кепке у него была черешня там или семки и плевал там или сидел на крыше и вот так вот жрал вишню скорее даже не черешню и плевал то теперь это по-другому называется это чисто мужская тема и если ты в кепке то тебе положен сочный кусок стейка вот и ты себе представляешь кем ты себя представляешь конечно же вот этим вот Томми но неважно это все серьезный разговор теперь мы следующую кепку берем давайте я вот эту кепку вам покажу чем примечательна эта кепка потому что она фирменная кепка Игорь Пронин ну бейсболка бейсболка вообще в русском языке кепка бейсболка она практически родственное слово я всегда бейсболки кепками называл но наверное это неправильно вот с другой стороны спорткод спортивная фирма для спортивных людей здесь угадайте 22 это число это число рождения это про модель это кепка это про модель это роспись Александра Апта знаменитого фигуриста который тренирует детей устраивает дико крутые кемпы так это называется АБТ спорт тим вот так что если у вас кто-то занимается фигурным катанием обратите внимание на Александра Апта он дико крутой тренер приходи к нему лечиться и коровы и волчица но смысле заниматься корова представляете корову на льду неважно дальше смотрите это еще небольшая кепка она чем интересно она из бархатистой такой ткани сукна прикольно это это чистый петин вариант она маленькая у нее не рэперский этот козырек а вот такой вот загнутый но хит сезона хит сезона это кепка из Бруклина кстати говоря сам Александр Апт известный фигурист мне привез ее из Бруклина Сопранос ребят раз уж мы говорим про сериалы то у Тони Сопрано тоже была кепка вы же помните такого плана есть еще кепки не восьмиклинки а по-другому они называются выглядит по-другому но так кепка мне просто не идет а вот восьмиклинка она идет практически всем и если говорить о фильмах то это конечно же однажды в Америке когда они маленькие шкеты такие ходят в этих кепках ну вот воришки там всякие людей разводят но нормальный фильм прекрасный я всем рекомендую посмотреть на полном серьезе вот Клан Сопрано а кто это конечно же HBO Клан Сопрано просто он как бы не в тему в этот сериал ну просто из-за кепки но это самый крутой сериал в мире я вам ну я уже говорил как произошла бейсболка ну вот бейсболка произошла от кепки и в Бруклине значит игра и играют в бейсбол люди это спортивная тема есть и говорить про не про армию не про войну и не про спорт то где же еще он носит кепки носили конечно же это автоспорт но спорт тоже конечно автоспорт и в гаражах где чинили автомобили и сами пилоты которые участвовали в гонках они все были в кепках опять же в основном в 8 клинках и в таких очках и сейчас мне кажется можно тоже увидеть людей даже на на каком-нибудь кафе рейсере на мотоцикле запомните это слово если вы не знаете что такое кафе рейсер погуглите это дико крутой мотоцикл такой олдскульный на нем тоже мне кажется прикольно ездить в кепке но лучше конечно в шлеме но если в кепке и в очках тоже прикольно я видел картинку там двое мотоцикл с коляской а у него там еще виски а виски тоже это неприемлемый неотъемлемый атрибут этого дикого мужчины который этот образ сейчас в моде дальше ну в общем-то я так про кепки по моему все сказал что я знаю все что нет я не говорю все что я знаю все что вам достаточно знать вообще я подумываю открыть музей моды истории моды но я знаю что во франции место как бы уже забито да там есть один наш известный деятель он уже открыл там свой музей я подумал открыть его в бутово в южном бутово но пока это только project и мечты к с чем же круто носить кепки кепки можно носить да с чем угодно начиная от классической одежды особенно если это такой налет ретро стиля и это классика это воротник стоечка это белый воротник контрастный это что что тут перечислять просто берете надеваете классический костюм классическое пальто жилет и кепка будет отлично смотреться но кепку нужно подбирать конечно из материала чтобы это видовый костюм например да и кепка тоже может быть из твида не обязательно кепка должна быть из той же из того же материала что и и одежда скорее наоборот либо по фактуре либо по расцветке обязательно должна отличаться ну по крайней мере я считаю так должно быть есть исключение когда можно носить кепку из того же материала но все таки лучше так не экспериментировать и иначе будет такой образ школьника там на утреннике ну как мне кажется да ну так что это все равно что галстук и платок из одного и того же материала как же можно еще носить кроме как под классику под джинсы можно носить под под пола вот как я под шорты посмотрите ребят я не просто так в доме нахожусь в в этих в макосинах до в уличной обуви мне вообще-то не позволительно так мне не разрешают отходить но ради ролика я отпросился мне придется месяц мыть полы вообще смотрите это пола это мужчина в самом расцвете сил и своей соревновательной форме это джинсы и ну не джинсы а шорты из джинсового материала ну макосина это топ сайдеры да и кепка кепка тоже тоже из джинсового материала но это другу это другой джинсовый материал вот можете посмотреть фактура разная фактура разная я не могу сказать что я прям специально разную фактуру подбирал но лучше когда все-таки отличается вот что я вам могу ребят посоветовать если вы хотите быть стильным человеком если вы только в начале пути и начали увлекаться мужским классическим стилем вы хотите выглядеть так же круто как вы какой вы есть а вы ребята все крутые я так представляю то обращайтесь ко мне и у меня есть все у меня есть кепки у меня есть галстуки у меня есть одежда на заказ беспок пожалуй лучшая одежда в нашей галактике на заказ беспок вот обращайтесь пожалуйста ссылки будут в описании обязательно ну и пишите комментарии вы ждали вы ждали вы ждали роликов про моду и про стиль вот пожалуйста если у вас есть идея по новым роликам обязательно пишите с вами был григорий пронин прошу любить и жаловать до новых встреч пока где маяковский конечно носил кепку ну и забыл просто сказать но не от интеллигенция он наоборот как бы ближе к народу вот такой я достаю встречу